МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Благодарю вас, уважаемый Дмитрий Анатольевич, за возможность провести заседание Общественного Попечительского Совета при вашем участии здесь, в этом месте, с тем, чтобы подвести какие-то итоги сделанного, ну и наметить перспективные планы, принимая во внимание празднование тысячелетия русского присутствия на Афоне в 2016 году. В минувшем году я имел счастливую возможность вновь посетить Святую Гору. Пять лет этой возможности мне не предоставлялось в связи с изменением моего служебного положения. И вот, прикоснувшись вновь к духовной стихии Афона, должен сказать, что, конечно, это место обладает огромным духовным потенциалом. Это люди чувствуют и те, кто практически не выцерковлен, кто лишь только иногда по любопытству посещают это место, но чувствуют также и те люди, которые, будучи утомленными условиями современной жизни, перегруженными стрессами, приезжают на Афон и действительно оттуда возвращаются другими. Вот недавно у нас в Москве находились святыни из монастыря Святого Павла, дары волхвов. Ну, как всегда, в таких случаях огромное количество людей, больше 400 тысяч в Москве поклонилось этим святыням. Ну, и обычно ведь возникает и негативная реакция. Так существует вообще в обществе. Всякое действие вызывает некое противодействие. Вот у тех лиц, которые желали оказать некое противодействие этому принесению мощей и факту массового поклонения, высказывались разные негативные вещи в отношении этой святыни. И спросили у одного афонского монаха, который сопровождал эти святыни, а как вы вот относитесь к тому, что говорят, что это не то или не так, и артефакты, которые вообще ничего не могут, и только там в каком-то больном воображении людей, закомплексованных на ритуал, на магизм, только это действует. А он так попросту и сказал, так не было бы чудес, и люди бы не стояли в очереди. Вот это действительно так. К пустому колодцу люди не приходят за водой. И поэтому посещение, прикосновение к святыням, посещение монастыря имеет очень большое, реально большое духовное значение для современных людей. Ну а Россия имеет традиционные тысячелетние связи с афоном. И поэтому для нас Святая Гора представляет очень большое значение. Тем более, что там присутствует русское иночество, Святый Пантелеймонов монастырь и другие монастырии. Теперь несколько слов о том, что было сделано. Я имел возможность лично посетить объекты и посмотреть. Конечно, проведен огромный объем восстановительных работ на очень высоком уровне. Я думаю, что никогда ничего подобного на фоне, по крайней мере, в нашем монастыре не происходило. Действительно серьезная научная реставрация, восстановление. И, должен сказать, что и темпы удовлетворительные. Хотя, может быть, можно было бы достичь и более высоких темпов. Но если сравнивать с предыдущими годами, то, конечно, после создания нашего международного фонда поддержки восстановления Святого Пантелеймона монастыря, положение дела изменилось к лучшему. И я хотел бы вот этот пункт ясно определить с большим удовлетворением и выразить благодарность всем тем, кто трудится для реализации этой программы. Ну, а также братья и монастыря, которые присутствуют здесь, и отец Макария, и отец Философ. Потому что, когда иногда какие-то пресекаются наши потоки финансовые, то монахи со свойственной им изобретательностью отыскивают какие-то дополнительные источники с тем, чтобы работа шла и не пресекалась. И я тоже выражаю вам, братья, благодарность за эти труды. Но, тем не менее, все-таки основная финансовая, организационная нагрузка лежит на нашем фонде и на нашем Общественно-попечительском совете. И поэтому было бы важно нам сегодня определить точные и реалистические планы на будущее, подумать о финансировании соответствующем, с тем, чтобы, по крайней мере, самые важные объекты были отреставрированы к 2016 году. Но помимо этих объектов, в которые входит, конечно, Пантелеймонов монастырь и монастырь Ксилургу, Успение Пресвятой Богородицы, и Старый Русик, не буду перечислять, есть еще целый ряд объектов, и они, наверное, здесь отображены, нам нужно также и поговорить о том, что вообще в перспективе должно быть отреставрировано и восстановлено. Очень много существует замечательных, как культовых, религиозных, чисто религиозных, так и некультовых объектов, которые имеют историческую ценность, даже с точки зрения истории научно-технического прогресса, вот так скажем. Потому что ведь монахи действительно народ изобретательный, и очень многие технические новшества были, в первую очередь, в монастырях применены. И вот на Афоне есть такие артефакты, которые необходимо восстановить, отреставрировать даже с точки зрения общекультурной, чтобы показать, что русское монашество при всем том, что всегда имело главной своей задачей молиться и спрашивать благословения Божие для себя и для всех тех, кто обращается за духовной поддержкой к Афону, занимались также и успешно светскими делами. Вели хозяйство, развивали свою экономику. И вот следы этого экономического, культурного процветания также присутствуют на Афоне. И очень важно, чтобы, как я уже сказал, эти артефакты не выпали из нашего внимания, чтобы мы могли обратить, выразить свое отношение к возможности их реставрации. Я имею в виду целый ряд вещей, но хотел бы сказать о том, что очень много интересного вокруг монастыря Ксилурка Успения Пресвятой Богородицы. То, что хотелось бы восстановить, так же, как и другие объекты, о которых мы ранее говорили. В заключении хотел бы еще раз выразить благодарность всем тем, кто принял участие. В первую очередь, вам, Дмитрий Анатольевич, и за сам факт проведения этого совещания, и за ваше постоянное внимание к Афону. Мы, когда с вами встречаемся, всегда речь заходит об Афоне. Я хотел бы поблагодарить вас за это внимание. Ну, дай Бог сосредоточиться нам и теоретически, и практически с тем, чтобы решить стоящие задачи и в связи с тысячелетием, и на дальнейшую перспективу. Благодарю за внимание. Афону 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 Афону